Дресс-код Дресс-код Рукотворная карта России. Представители субъектов страны должны закончить вышивку к 15 марта. Эти и другие темы раскроем более подробно. Прямо сейчас вы смотрите новости на канале РТК Забайкалье в студии Дарья Пьянникова. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел накануне онлайн-заседание совета с участием руководителей регионов. Отметив, что федеральным центром в ДФО на подготовку к пожароопасному периоду направлено в этом году в два раза больше средств, а значит будет максимально усилен контроль из-за их расходования. В Забайкальском крае уже запланировано кратное увеличение наземного мониторинга лесных пожаров. Приняты меры по увеличению заработной платы огнеборца. Начиная с осени прошлого года произведен закуп необходимого обмундирования запасных частей топлива. Для обслуживания авиационной зоны увеличена и протяженность маршрутов авиапатрулирования. В постоянный состав Читинской авиабазы принято дополнительно 24 парашютиста-десантника. Все меры направлены сегодня не только на консолидацию противопожарных сил, но и на борьбу с поджигателями. Стоит основная задача минимизировать последствия для леса, последствия для людей в весенний период следующего года. На федеральном уровне ужесточает законодательство в части контроля за населением, за отжигами сельхозпалов, за арендаторами лесов и так далее. То есть буквально кратно увеличиваются и штрафные санкции, и ответственность вплоть до уголовной. Ну и по тем же сельхозникам, например, не платят субсидии тем, кто допустил пожар у себя на сельхозземлях. Жители первого микрорайона Читы обратились в нашу телекомпанию с жалобой на бездействие службы по отлову бродячих собак. По словам Читинцев, свора в количестве семей особей держит в страхе жильцов домов номер 21, 22, 23 и 39. Животные ведут себя агрессивно, кидаются на взрослых и детей и хватают людей за ноги. По их словам, заявки на отлов у них принимают, но по факту животные продолжают чувствовать себя полноправными хозяевами этой территории. Вон сколько собак бегает. И все равно. Сегодня делала заявочку на отлов безнадзорных. Вон их шесть штук. Родители как могут отгоняют от своих детей этих собак. Кто камнями, кто палками, кто бомбочками. Все, побежали в другую ограду. Как мы уже сообщали, депутаты законодательного собрания Забайкаля накануне единогласно поддержали поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Межфракционная законодательная инициатива по решению проблемы безнадзорных собак уже направлена в Госдуму. Тем временем в пункте временной передержки на базе исправительной колонии номер 3 заканчиваются свободные места. В учреждении уже принято решение об увеличении площади вольеров до 830 мест. Городские власти анонсировали сегодня и строительство нового приюта в районе поселка Гресс. Еще одно пристанище для бродячих особей планируют организовать в нескольких километрах от села Маковеева. Депутаты сошлись на пяти принципиальных поправках в действующий федеральный закон. Среди первостепенных – полный запрет на возврат бесхозных животных в прежние места обитания и возможность гуманного умерщвления агрессивных животных. Тем временем в пункте временной передержки на базе исправительной колонии номер 3 уже заканчиваются свободные места. В учреждении принято решение об увеличении площади вольеров до 830 мест. Для нового дополнительного приюта была выделена площадь в нескольких километрах от села Маковеева. Я считаю, что если это временное содержание, то там, конечно, пригодно. Поэтому там же был сам главный врач ветеринарный. Посмотрел, сказал, что это устраивает. Ситуация у нас нормальная. Мы постоянно предписания даем населению о том, чтобы собак содержали дома. Мы же живем в деревне, мы знаем. И Ивана, это собака, или Петра, все равно все знаешь. Предписание вручили. На сегодняшний день ситуация спокойная. Те, которые собаки были злые, действительно, и ходили по деревне, хозяева их закрыли. На сегодняшний день у меня две семьи, которые не послушались. Но я думаю, сегодня после обеда у нас приезжает участковая, мы в эти семьи две пойдем в обязательном порядке. А так, я считаю, что ситуация под контролем. Местные жители знают каждую собаку, что называется, в лицо. По улицам ходить не боятся. Случаев нападения пока не было. Подходящую территорию под временный приют найти труда не составило. А вот средств на содержание как минимум 150 собак пока не предусмотрено. База для передержки будет находиться в достаточном отдалении от Маковеева. Территорию планируют максимально обезопасить. Животных как минимум не будет слышно. Уже нашлись и местные жители, готовые заняться присмотром за собаками. Ну, если где-то в стороне будут, не в посёлке, а где-то. Ну, собак-то убирать надо. Особенно на той стороне их много. Главный вопрос, когда временный приют сможет принять первых постояльцев, пока так и остаётся открытым. Ну, это вопрос времени, потому что приют не возникнет через 2-3 дня. Ещё вопрос решается с частным лицом, у которого арендует эти земли предприниматель, занимающийся отловом собак. Они там между собой договариваются. Когда они решат этот вопрос, дело времени. Потом, когда они будут там возводить эти приюты, тоже время потребуется. До первого расселения собак, ориентировочно, думаю, что это будет не раньше, чем июнь-июль. Анастасия Сажина, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье. Почти 2000 забайкальцев заразились COVID-19 за сутки. Из них почти 600 – дети. Медики продолжают настаивать на эффективности вакцинации подростков. От 12 до 17 лет сегодня в поликлиниках стартовала уже ревакцинация. На повторную аппликацию «Спутником М» пришли те, у кого прошел ровно 21 день с момента первой прививки. Сегодня мы проводим вакцинацию детей. Проводится вторая вакцинация детей. Первый компонент дети получили 21 день назад. Вторая вакцинация проводится вакциной COVID-19 вторым компонентом. Первые вакцины «Спутник М» поступили в регион в январе этого года. С того момента привились уже более 500 подростков. Второй компонент, согласно рекомендациям медиков, нужно поставить не позднее, чем через 6 недель после первого. Для формирования так называемого гуморального иммунитета. Сегодня в списках на второй компонент вакцины «Спутник М» дети из социальных учреждений. Они приехали в поликлинику с педагогом и личной медсестрой, которая следит за их самочувствием как до прививки, так и после. Какая может быть реакция после прививки? Может быть температура сегодня-завтра, может быть припухлость в месте инъекции, гиперемия в месте инъекции, может быть головная боль, может быть мышечные боли. Но это всё может быть кратковременно. Как правило, проходит самостоятельно. Повторную вакцинацию сегодня пройдут около 30 детей от 12 до 17 лет. Сама вакцина немного отличается от первой. Однако переносится, по словам врачей, гораздо легче. На сегодняшний день в списке вновь заболевших уже около 2000 забайкальцев. Такой суточный антирекорд зафиксирован впервые за всю историю пандемии в регионе. Медики продолжают делать всё возможное, чтобы уменьшить страшную статистику, в очередной раз настаивая на эффективности своей временной вакцинации. В рамках года культурного наследия стартовала акция по созданию уникальной вышитой вручную карты России. Изготовлением забайкальского фрагмента занимается сегодня Центр развития бурятской культуры. Фрагменты будущей карты представителей субъектов России должны вышить до 15 марта. В конце мая специалисты соединят части карты в единое полотно. Презентация вышитой карты России состоится 12 июня в столице Чувашии. Затем карта совершит турне по всем федеральным округам. Нам пришло приглашение для участия в этом проекте и посылка, в которой находились фанерный шаблон карты забайкальского края и две канвы, на которых будут вышиты вот та самая карта и образцы орнаментов и символов, которые будут нанесены на этой карте. Проект очень интересный. Мы с удовольствием взялись за дело. И вот сейчас разрабатывается эскиз. Постараемся нанести на эту карту все районы нашего, все 33 района нашего забайкальского края. Каждый район как-то украсить своей особенностью. Это оригинальным орнаментом коренного населения того района или же официальными символами того или иного района. И к этому часу это все новости на сегодня. Есть проблема или история? Звоните нам по телефону редакции 914 120 18 13 или пишите в мессенджеры, вайбер или ватсап также по этому номеру. Ждем ваших сообщений в социальных сетях, а также на нашу электронную почту прессобаказртк.ру. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok